Хрустящие кочаные капусты, золотистый лук, подпрыгивающие зеркальные карпы, кучерявая петрушка, румяные яблоки. Изобилие по сниженным ценам. В Гайкадзоре прошла большая ярмарка сельхозпроизводителей. Каждый привез свою лучшую продукцию. Сегодня у нас в селе Гайкадзоре ярмарка. Большая ярмарка. Просто дождик помешал немножко. Почаще бы привозили такой товар. Мясное, рыба, все есть, овощи, фрукты. Все мое. Выращиваем. Уже не первый год. Люди нас знают. Наша капуста пользуется спросом в Анапе и вот в Анапском районе. Ярмарка – это не только торговля, но и веселье. Творческие коллективы поднимали настроение гостям ярмарки и фермерам. Фермеры делились знаниями и консультировались у специалистов Центра занятости, правового и сельхозуправления, жилищного отдела, управления экономикой и инвестиций, банков и других структур. Пришли, чтобы узнать новости, какая может быть нам оказана помощь, какие консультации можем здесь получить, потому что этого очень много не хватает информации. Именно той информации, которую можем получить сразу, на месте, не заходя ни в какие кабинеты. Узнали, как можно сделать подвязку помидор. Инструмент приобрели себе. Заказ сделали. В Доме культуры прошло совещание по развитию малых форм хозяйствования и мерах социальной поддержки. Начальник жилищного отдела Светлана Васильченко рассказала о программах для сельских жителей. Фермерам также рассказали о субсидиях и грантах. Особое внимание предпринимателей привлекла программа финансирования строительства теплиц. За четыре года последних, которые активно поддерживаются строительство теплиц, только на территории муниципального образования города Куртунапа количество теплиц в площади увеличилось больше, чем в 10 раз. Наши фермеры активно и личные подсобные хозяйства пользуются этой субсидией. И мы, в общем-то, ждем всех с удовольствием. Помимо субсидий, то есть возврата потраченных денежных средств, заинтересовали фермеров гранты на развитие хозяйства, о которых рассказал заместитель главы Анапы Александр Колесников. Грант в количестве полтора миллиона рублей. Это реальные деньги, это реальная программа, которая действует. Средством можно потратить большой спектр затрат. Это и покупка земли, и приобретение техники, приобретение семян, посадочного материала, приобретение поголовья сельскохозяйственных животных и еще многое-многое другое. Второй вид поддержки, тоже это грантовый, это уже более серьезный, более интересный вид поддержки, называется развитие семейных животноводческих ферм. Максимальная сумма получения здесь 21 миллион 600 тысяч рублей. Лучших производителей отметили благодарственными письмами за участие в Кубанской ярмарке 2014 в Краснодаре. Мероприятие завершилось розыгрышем съедобных призов по бесплатной лотереи.